Сегодня среди разгоряченных украинских патриотов стало очень модным говорить о том, что Украина была и есть европейское государство, совершенно отличное по своей ментальности и культуре от России. Олег Тегнебог, лидер партии «Свобода». Украина всегда была Европой, поэтому то, что происходит сейчас, это возвращение Украины в Европу, а в то же время противодействие Кремлю. Нацисту и по совместительству лидеру парламентской фракции Тегнебогу вторят западные политики, вдруг осознавшие близость украинского народа европейским ценностям. Гида Вестервелли, министр иностранных дел Германии. Если мы, европейцы, разговариваем с другими европейцами на Украине, то это не вмешательство во внутренние дела, а само собой разумеющаяся вещь. Мы никому не позволим диктовать нам, как нам, европейцам, как нам жить вместе. И Москва должна это понимать. Озабоченность страстным стремлением украинского народа в Европу проявляют и за океаном. Виктория Ноланд, помощник государственного секретаря США. Мы поддерживаем людей на Украине, которые видят свое будущее в Европе. Чтобы понять причины такого внезапного интереса к теме украинской идентичности как части европейской цивилизации, предлагаем сделать небольшой экскурс в историю. До 20 века Украина не существовала как самостоятельное государство. Сначала эти территории входили в состав Киевской Руси. Потом, после монгольского нашествия, попали под власть литовских князей. В 1569 году, после Люблинской унии, Украина стала частью польской короны. Обычаи, традиции, стиль жизни, даже внешний вид населения украинских земель были для тогдашних европейцев чем-то чужим. Шаровары, длинные усы, стрижка оселедец – все это было атрибутами азиатской дикости и никак не соответствовало привычному образу европейца. Для европейцев 16-17 веков территория сегодняшней Украины ничем не отличалась от Америки или Африки, где с аборигенами предпочитали общаться огнем и мечом. Для владевших Украиной поляков это не было проявлением зверств. Напротив, именно такими методами и стоило цивилизовывать доставшуюся им страну. С местных жителей массово спускали живьем кожу, рубили им головы, колесовали, подвешивались за ребра на металлических крюках, сжигали, сажали на кол. Православных девушек или на тогдашнем сленге «схизматок» считалось за доблесть красть и насиловать, превращая в рабынь или наложниц. Каким представлялся европейцам того времени образ украинца, лучше всего расскажут сохранившиеся предметы монументального искусства, отражающие массовые взгляды. Вот на гербе князей Шварценбергов орел выклевывает глаз человеку с оселеццем и длинными усами. Вот памятник в Кутной горе Людовику Святому. У ног короля поверженные пленники с оселеццами. Вот памятник польскому королю Яну Собесскому. Под копытами королевского коня – украинец. Вот скульптурная композиция собора святого Стефана в Вене. Под ногами святого Франциска – человек с оселеццем. Вот гробницы командора мальтийского ордена Николаса Катонера. Бюст усопшего поддерживают негр и казак, африканец и украинец. Иначе говоря, на рубеже Средневековья и Нового времени Украина была самой настоящей европейской Африкой, со всеми вытекающими из этого последствиями. Понятно, что население Украины мириться с таким положением не хотело и активно поднимало восстание. Борьба была долгой, упорной, жестокой, растянувшаяся не на одно столетие. Следует отметить, что тогдашние жители Украины и не думали определять себя как европейцев. Они были русскими и православными. Самое яркое описание их менталитета дано Гоголем в Тарасибульбе. Постойте же. Придет время. Будет время. Узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Поднимается из русской земли свой царь и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. К концу 18 века, после ликвидации исторического врага России Речи Посполитой, под скипетром Романовых собрались все исконные русские земли, включая Корсунь-Таврический. Не вошла лишь Голицкая земля, отошедшая к Австрии, где преобладали католики и униады. Именно тогда Европа и обратила наконец внимание на Украину и украинцев, перестав отождествлять их с дикими азиатами и даже обнаружив у них человеческие черты. Впрочем, это не было внезапным проявлением гуманизма. За милосердием стоял циничный расчет. Австрийская империя, опасавшаяся России, которая в 19 веке стала центром притяжения для входящих в состав владений Франции Иосифа славян, решила разыграть украинскую карту. Часть единого племени, жители Малороссии, были искусственно выделены в отдельный этнос украинцев, которых противопоставили остальным русским. Проект этот, зародившийся в недрах австро-венгерского генерального штаба, оказался чрезвычайно живучим. При мощной финансовой поддержке Австрии возникла целая плеяда идеологов и просветительских организаций, которые начали с формирования собственного языка и собственной истории. Австрийцы, потратившие на раскрутку украинства не одно десятилетие, знали, что делали. Отто фон Бисмарк, канцлер Германской империи. Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. И завет Бисмарка оказался выполненным. Сначала в годы гражданской войны, когда после падения династии Романовых украинские националисты провозгласили создание собственной державы, просуществовавшей, правда, недолго. Потом, уже при содействии гитлеровской Германии, когда 30 июня 1941 года в оккупированном нацистами Львове Степан Бандера еще раз провозгласил создание украинского государства. Адольф Гитлер. Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские. Тогда у Гитлера это не получилось. Украина так и не стала частью Единой Европы, Германского рейха. Однако борьба за европеизацию Украины на этом не закончилась. Эстафету приняли страны НАТО, прекрасно понимавшие, что значит для СССР потеря такой территории. Збигнев Бзежинский, экс-советник президента США по национальной безопасности. Без Украины Россия перестанет быть империей. С Украиной же по откупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю. Лишь в 1991 году, после распада Советского Союза, Украина получила свой долгожданный шанс. Более не европейская Африка, не часть русского мира, теперь она может наконец-то влиться в семью цивилизованных народов. Однако 23 года усиленной европеизации для Украины оказались временем потерь и разочарований. Резкое загрещение численности населения. Падение ВВП ниже уровня 90-го года. Распад социального государства. Бедность, коррупция и беспросветность. Вот что ждало Украина. По уровню подушевых показателей, таких как средняя зарплата, пенсия, медицинские пособия, Украина уверенно плетется в хвосте европейских стран. В одной группе с такими передовыми державами, как Албания и Молдавия. Однако 23 года деградации ничуть не убавили у украинцев энтузиазма по поводу того, что Европа, которая равнодушно смотрела, как загибается их страна, им поможет. Этот энтузиазм был умело использован США в 2004 году для организации одного, а в 2014 и второго государственного переворота. Под лозунгами европейского шляху, Вашингтон устранял неугодные ему режимы, имея вполне конкретную цель. Нет, повышение уровня благосостояния украинских трудящихся «сложись и умирай, да жить можно, хоть и голодно» его не интересовало. Превращение Украины, которая по-прежнему связана с Россией тысячами нитей, во враждебный плацдарм против Москвы, в буфер между Евросоюзом и Российской Федерацией. Вот ради чего американские официальные лица косяками слетались в Киев. Однако морковка евроинтеграции, которой Вашингтон привлекал доверчивых украинцев, оказалась даже не гнилой, просто пустышкой. Украинцы, мерзнувшие на Майдане ради того, чтобы, как они верили и в чем их не разубеждали, стать частью Европы, войдя в состав ЮС, были обмануты как дети. Места в Евросоюзе для Украины нет. Ни сейчас, ни в будущем. Расслабьтесь. Жозе Мануэль Борозу, президент Европейской комиссии. «Украина к членству в ЕС не готова. Ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Так же, как и ЕС не готов принять такую страну». Лорен Фабиус, министр иностранных дел Франции. «В общении с моими западными коллегами я понимаю, что они не хотели бы видеть вступление Украины ни в состав НАТО, ни в состав ЕС. Эти идеи не находят поддержки у большинства из них. Это очевидно. Не ожидает Украину и ослабления визового режима. Вопреки многочисленным обещаниям Евросоюз делает все, чтобы затянуть этот процесс, выдвигая новые требования. Введение биометрических паспортов, реформа пограничной и миграционной служб, предоставление статуса беженцам-выходцам из стран Африки и Азии – список только расширяется. Единственное утешение для Украины, которое уже утомилось стоять в предбаннике Европы, это договор об ассоциации с ЕС, с помпой, подписанной новым президентом страны. Однако радость от этого события омрачает тот факт, что в ассоциации с Евросоюзом уже состоят Алжир, Тунис и даже Албания, на которых это ничуть не отразилось. Словом, европейцы не торопятся видеть в себя в гостях, сделавших важнейший цивилизованный выбор украинцев. Может, именно поэтому гражданам России шенгенские визы дают куда охотнее, чем, вроде бы, своим в доску украинцам. Так и рождается обидный для украинского национального сознания парадокс. В союзе с Россией Киеву до Европы куда ближе, чем самому по себе. В случае разрыва отношений с Москвой, Украине на ближайшие десятилетия уготована участь в лучшем случае этнографической диковинке. 17 век для Украины так и не завершился. Субтитры создавал DimaTorzok